Господь, мы просим о том, чтобы Ты благословил это Слово. Боже, благослови наши сердца, чтобы это Слово упало на добрую почту. Во имя Иисуса Христа, мы молимся. У нас какие могут быть игрушки? Мячик, лопатка. Да, у некоторых подвинутых детей может быть велосипед, а у Вити был наход на радиоуправлении. Представляете? Луноход на радиоуправлении. И как вы думаете, хотели с ним дружить или нет? Конечно. А почему? Потому что луноход. И знаете, как мы дружили, как дети дружат? Подсказали к Вите, говорили, Витя, давай дружить. А он такой, знаете, наивно, по-детски, давай. И угадайте, какой был следующий вопрос. А ты дашь мне поиграть в луноход? Ты же мой друг. И, конечно же, Витя давал. Скажу так, немецкое качество выдерживало максимум две недели. Две недели, потому что в луноход играли все, весь двор, но не Витя. И в конечном итоге Витя поумнел, поумнел через месяц примерно. И когда ты к нему подходил и говорил, ну, увидишь, другие игрушки тоже были интересные, подходил и говорил, Витя, давай дружить. То он задавал вопрос, а что у тебя есть? Если у тебя было что-то интересное, то он с тобой дружил. А если нет, ну, значит, не дружил. Знаете, прошли десятки лет. Дворы поменялись. Мы повзрослели, выросли. Но скажу вам, что дружба многих осталась примерно на таком уровне. Только, знаете, луноходы поменялись. Ну, ценности немножко другими стали. И вот люди дружат именно по таким ценностям. Знаете, вопрос не в том, что есть у твоего друга. Вопрос в том, что есть лично у тебя. Что ты можешь в дружбу положить. Что ты, как ты можешь, на что ты готов пойти ради этой дружбы. Каждый хочет иметь друга. Правда? Каждый хочет иметь друга. Но парадокс в том, что не каждый хочет им быть. Не каждый. И первый пункт моей проповеди именно так и звучит. Ты дружи, и с тобой будут дружить. Ты дружи. Откроем Слово Божие. Это Евангелие от Луки. Девятнадцатая голова. С первого по шестой стих. Очень знакомая нам история. Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Закхей. Человек богатый, начальник мытарей, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Закхей был, как говорит нам Слово Божие, начальником налоговой. Ну, чтобы нам было понятно. Начальником мытарей. Еврей, который предатель. Который работал на то время оккупационные войска на Римскую империю. Брал со своих же евреев налоги, которые установили римляне. Брал больше, чем римляне установили. Часть отдавал Риму, а часть оставлял себе. Разве можно было с таким дружить, как вы думаете? Были ли у него друзья? Он же паразитировал на своих. У человека было, в принципе, все. У человека была, может быть, своя охрана. У человека была власть. У человека были возможности. Был свой дом, были финансы. Но дом был пустой. Друзей не было. И вот он слышит, что Иисус будет проходить. Проходить мимо него. У Иисуса, кстати, проблем с этим не было. Заметили? У Иисуса тысячи друзей. Всегда были люди, которые его окружали. И что делает Закхей? Написано, что он был маленького роста. И первый шаг навстречу дружбе, которую делает Закхей, это то, что он вылазит на дерево. Вы видели когда-нибудь начальника налоговой на дереве? Нет, ну, мальчишка на дереве какой-нибудь, это нормальная ситуация, да? То есть все лазили по деревьям. Но тут состоятельный человек, человек при власти, человек, которого и так все не любят. Плюс он маленького роста. И он, ну, над ним и так все, грубо говоря, издеваются. И он это еще и подчеркивает. То, что он что-то не видит. Он вылазит на это дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа. Представляете, какая для него это была жертва? Но Иисус это оценил. Иисус это заметил. И он со всеми своими друзьями приходит к нему в дом. И вот этот первый шаг я назвал дерево Закхея. У каждого из нас оно свое. Свое дерево, куда нужно карабкаться. Я увидел здесь небольшое откровение. Залезь на свое дерево. И Иисус заметит тебя. Залезь на свое дерево. И Иисус обязательно тебя заметит. Знаете, у некоторых дружелюбие прописано в ДНК. Ну, как у лабрадора. Знаете, вот собака такая лобака, которая всех любит. Любит весь мир. У всех в мире, весь мир друзья. Вот. Ей легко дружить. Я не знаю, где у меня, Боже, прости, этот ген прописан. Потому что я ищу, и мне очень трудно. И люди вроде бы хотят со мной дружить. Но у меня не всегда это получается. Не всегда. Не всегда. Может быть, я что-то мало делаю со своей стороны. Потому что мое дерево Закхея — это хотя бы начать улыбаться. Я вам честно говорю. Хотя бы начать. Потому что Бог сотворил меня с таким лицом, как у Ротвеллера. Ну, мне сейчас трудно его создать. Но если я... Я строгий, понимаете? Может быть, смотришь на него и думаешь, может быть, там он внутри добрый. Может быть, он там внутри и улыбается. Но посмотришь на лицо и думаешь, вот-вот и укусит. Понимаете? Поэтому мое дерево Закхея — это хотя бы начать улыбаться. И я, знаете, нашел это дерево, я стал вот... У нас было грубо приветствие на начале. Сестры слева, сестры справа. Я брат посередине, на селе 32. Всех приветствую, всех улыбаю всем. Потом я поймал себе на мысли, что я не люблю фотографироваться. Знаете почему? Потому что все фотографы помешаны на одном вещи. Все в конце говорят... Улыбочка. А я хочу, чтобы меня фотографировали естественным, как я есть. Но когда я естественный, понимаете, ну тут как бы круг замкнулся. Потому я понял, что нужно почаще фотографироваться. Серьезно, Сережа, почаще фотографироваться, почаще улыбайся. Ну так это более привлекает людей. У тебя больше шансов с кем-то подружиться. Может быть, твое дерево Закхея — это перестать быть жадным. Может быть, ты жадина. Может быть, тебе трудно с кем-то чем-то поделиться. И тебе нужно сделать этот первый шаг. Отдать то, что у тебя может быть для тебя ценное, для кого-то. Может быть, твое дерево Закхея — это быть гостеприимным. Открыть дом хотя бы для домашки. Хотя бы, может быть, для одного друга. Выбери кого-то, с кем ты хотел подружиться. Пригласи его гостя на чай. Посиди с ним. Пообщайся. Найди свое дерево. Вылези на него, и тебя заметит Иисус. Заметит Иисус, и он придет не один. С друзьями. С друзьями, которые будут благословенны для тебя. Второе. Помоги другим, и Бог поможет тебе. Помоги другим. Дальше идем по этой истории с 8 стиха. Закхей же, став, сказал Господу Господи, «Половина имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Смотрите, все, что сделал Закхей, он принял решение отдать половину того, что у него было, кому? Нищим. Тем, кто в нужде. Тем, кто нуждается. Если кого-то обидел, воздать ему вчетверо. Послушайте, помочь человеку в нужде, то, что говорил пастор Давид сегодня. Помочь человеку, когда у него blackout, когда ему тяжело, когда у него какая-то боль. Это одно из самых сильных правлений дружбы. Одно из самых сильных. Друг познается где? В беде. В беде. Знаете, у меня есть человек, которого я считаю другом, хотя, может быть, со своей стороны я мало с ним дружу, но когда мне плохо, когда я потерялся внутри, когда есть какая-то боль, он это видит, он берет, садит меня в свою машину, везет в какое-то место, где мы могли бы сесть просто вкусно поесть, и мы там сидим. Он не лечит меня никакими разговорами, не пытается залезть мне в душу. Это все делает Господь. Он просто разговаривает на какие-то отличенные темы, мы вместе что-то вкусное жуем, и время в тремени он мне похлопает по плечу, говорит, Серега, все будет хорошо. Все будет хорошо. И для меня это сильнейшее правление дружбы. Это то, как я чувствую. Послушайте, если рядом есть человек, который в нужде, оглянись. Может быть, ну, может быть, на какой-то яме его нужно вытащить. Может быть, у него банально, давайте банальные вещи, хлеба нет, а у вас есть, есть с чем поделиться. Может быть, у него воды нету, это актуально, а у вас есть сейчас вода, и вы можете поделиться. А может быть, ему банально никто руку просто не протягивает, ему никто не улыбается, его никто не объемит никогда. Помоги. Стань ответом на его нужду. И Бог обязательно благословит. Маленькое откровение из этого места. Помоги тем, кому сейчас тяжело, и Бог поможет тебе. Почему? Это то, что здесь написано. Смотрите, сразу после того, как Закхей сказал, что принял решение, что он поможет нищим, поможет тем, кто нуждается, тому, кому больно. Иисус что сказал? Иисус сказал, ныне пришло спасение дому всему. И он сын Авраама. Посмотрите, Закхей искал принятие. Он был отвергнут народом. Он был предателем евреев, сам будучи евреем. И он это понимал. Он не был дураком, он это понимал. Он понимал, что он предал свой народ. Он понимал, что он сам вычеркнул себя из обетования, обетования Божьего для Авраама, для всего израильского народа. Он понимал, что это его личная боль. И поэтому, когда он сделал первый шаг, он залез на это дерево. Захотел встретиться с Иисусом. Когда он сделал следующий шаг, когда он ответил на чью-то нужду, Иисус сказал, ныне спасение в этом доме пришло. И он сын Авраама. Слышишь, Закхей? Ты теперь и сын Авраама. Ты теперь получаешь, возвращаются все эти обетования. Ответь на чью-то нужду. Это сближает. Это коснется Божьего сердца обязательно. И он тебя благословит. И третье. Верь и поддерживай друга. Верь и поддерживай. И последнее, о чем мы будем сегодня говорить, это вера и поддержка. Знаете, в дружбе очень важно, когда ты делаешь первый шаг. Иисус говорит, в Писании говорит, что был другом для мытарей и грешников. Не написано, что у него были друзья мытарей и грешники. Он сделал первый шаг, и он был другом для них. Он был другом для них. Очень важно, когда ты отвечаешь на нужды людей. Но также и очень важно быть поддержкой. Поддерживать. Верить. Знаете, когда у тебя руки опускаются, очень здорово, когда есть друг рядом с тобой, который говорит, у тебя получится, у нас получится, все будет хорошо. Смотри, все будет в порядке. С нами Господь. А если даже надо будет, я тебя понесу. Я тебя понесу и помогу тебе. Я буду рядом. Евангелие от Марка. Вторая глава. С первого пятого стиха. Эту историю тоже мы хорошо знаем. Буквально немножко о ней и будем молиться. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Точно собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к Иисусу с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности, приблизиться к нему за многолюстом, раскрыли кровлю дома, где он находился. И, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, говорит расслабленному, чада, прощаются тебе грехи твои. Расслабленный – это парализованный. Ну, чтобы нам было понятно. Человек, который не может ходить, возможно, не может говорить, который нуждается в чьей-то помощи. И даже у расслабленного были друзья. Послушайте, у вас есть друзья, которые ради вас готовы разломать крышу чего-то дома? Ну, вот пойти в чужой дом, вломиться, разломать. Которые влезут мимо еврейской очереди. Тут в украинскую очередь влезть – это здоровье надо иметь. А тут еврейскую поломать. Представляете, какая степень угрозы для жизни. У вас есть такие друзья? А у него было аж четыре. Четыре друга. Что он такое делает, что у него есть эти друзья? Он же парализованный. Что он вкладывает в эту другу? Что он может вложить? Послушайте, он верил и поддерживал своих друзей. Он верил и поддерживал. Он дружил с ними, он глазами смотрел друга на них. Он ободрял их словами. Он переживал с ними какие-то моменты. Он был для них другом, даже когда был парализованный. Вера друга может сотворить чудо. Вера друга может сотворить чудо. Написано, что Иисус, увидев веру их, кого? Друзей парализованного. Говорит им, говорит парализованного, прощать с тебе грехи, встань, бери постель, иди домой, чудо. Своё ты получаешь. Послушайте, у вас было такое, что вы приходишь к человеку домой, чтобы навестить? Ну, парализованный, может быть, лежачий человек. Так, поддержать его веру, знаете, так ободрить. А уходишь оттуда, как будто он тебя навестил. Как будто он поддержал руки твоей верой. Как будто он тебя ободрил. А такие люди, которые вкладывают, которые поддерживают. Верь и поддерживай всех друзей, что бы ты ни проходил, какая ситуация бы не была на твоём пути. Верь, поддерживай, и со временем Бог сотворит чудо для тебя, благословит тебя. Давайте мы поднимемся. Моя проповедь сегодня называлась «Давай дружить». Там был вопросительный знак и воскресательный. Если в твоём сердце появилось желание подойти к кому-то и спросить «Давай дружить?» Это хорошо. Вот так здорово, так хотелось бы, чтобы в твоём сердце было это утверждение со воскресательного знака «Давай дружить». Это как решение, которое я приму сегодня, что я буду другом для кого-то. Я взберусь на это дерево Закхея, которое нужно для того, чтобы тебя увидел Иисус, увидел друг. Это я отвечу на чью-то нужду, вижу чью-то боль и стану ответом для кого-то. И я буду поддерживать его. Я буду помогать своему другу. Я буду верить в него. Дорогие, но даже если ты сейчас стоишь здесь и ты чувствуешь, что у тебя всё не так, может быть, ты не можешь ни скарабкаться ни на какое дерево, может быть, ты сейчас сам в нужде, ты сам нуждаешься, чтобы тебе кто-то помог, и у тебя нет возможности помочь никому, может быть, у тебя ни одного вообще друга нету. Послушай, Иисус Христос хочет стать другом для тебя. Он хочет стать другом для тебя. Вспомните купальню в Вефезда, последняя история и откровение. Купальню в Вефезда. Там при ней лежал парализованный, 38 лет. У него не было возможности ни скарабкаться никуда, не было возможности никому-то помочь, он сам нуждался, и не было ни одного друга, ни одного. И к нему пришел Иисус. К нему. Он протянул к нему руку помощи, он протянул к нему руку спасения и руку чуда, руку дружбы. Ты нужен Иисусу. Ты нужен. Потому что он умер за тебя. Тогда, когда ты еще не был другом для него, он за тебя умер. Он забрался на свое дерево, Закхея. Крест. Крест, на котором его распяли. Это было его дерево. Для того, чтобы подружиться с тобой. Он сделал это первый шаг. Он поднес немощи и грехи твои и мои. Помог тебе. И Библия говорит, в конце, когда он воскрес, он сказал, да нам не всякая власть на небе и на земле. Ничего не бойтесь. Я все с вами до скончания века. Ободрение для каждого из нас. Помолимся. Господь, мы благодарны тебе за твою дружбу, Господь. Боже, за пример дружбы. Помоги нам научиться, Господь, дружить. Помоги нам, Господь, быть такими, как ты. Делать первый шаг по отношению к человеку. Боже, научи нас быть жертвенными, Господь. Помоги нам отвечать на нужды людей, на чью-то боль, помочь человеку. Боже, и помоги нам ободрять наших друзей. Верить в них. Поддерживать их руки. И пускай имя Твоя прославится. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И всю славу нашему Господу. Поздри. Аминь. Аминь.